Человек Труд на руки возьмется, пусть пройдет Возит мне огромный коробок Про науку, которая называется геология Геология у вас уже, наверное, география началась, да? Или нет еще? Вот все геологические науки Не все, но большинство Начинаются на букву Г География Это страны, которые на континенте расположены Вы их видели когда-нибудь от вас? Да Ну, в общем, этого и все будет изучать, и все вы увидите Вот эта наука-география, она имеет небольшое отношение к геологии Потому что геология это наука, которая наука о строении Земли, ее появлении, развитии и жизни Она называется геологией Геология 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 Сразу хочу сказать Наука-геология Наука-геология основывается на изучении горных пород и земной коры Всеми доступными способами, которые имеются на настоящее время И как наука, она делится на ряд взаимосвязанных наук Это гидрогеология Это гидрогеология, геоморфология, инженерная геология, геофизика и все другие прочие Чем отличается наука-геология от других наук? Геология 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 Эту гарниту Геология 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 Иначе для этого вы молотком удаляйте к примеру вот такой отбили достали поливодневник все как они начали о чем говорит что сегодня вы получили какие-то оценки и так приготовили школьное задание вот такой же дневник должен быть у геолога он приходит где-то значит на точку точка это место где он садится отбывает образцы если здесь нет таких горных пород то можно обязательно раскопать шов небольшой и там взять песок глину то есть все что в этом шовке сложить в мешочке это тоже в мешочек геолог когда выходит на работу у него несколько вот этих мешочков специально для сбора образцов он пишет он пишет этикетку который является основой его маршрута основой всего то что он видит и находит в процессе прохождения своего маршрута то есть в конце рабочего дня вы приходите это самое где как правило это палатка знаете палатку да все геологи полевики то есть те которые выезжают на полевые работы в летний период они живут в палатках так что вы это тоже должны помнить потому что каждый полевой сезон примерно это начинается в мае июля месяц когда геологи выезжают на полевые работы в любые части нашей страны и до сентября иногда включая октябрь когда начинается какая непогода то есть когда уже в некоторых районах идет снег они приезжают там где они живут в Москву другие города и у них начинается камеральный период значит полевой период это все лето когда они ходят изучают склад набирают образцы и другой период камеральный когда этот материал они уже на основе того что они увидели что у них здесь отложилось и на основании полевого героника строят геологическую картину геологическая карта географические карты вы видели да знаете что там что территория страны города вот это все обозначено геологическая карта она в какой то степени похожа на географическую карту геологическую карту только там вместо названий городов и прочих есть что то что они увидели в поле какие породы они встретили и на этой геологической карте там тоже все контуры выделены вот допустим на этом участке человек геолог встретил допустим песок он его описал взял образец и прошел ну допустим с километров смотрит пески кончились начинается другая начинаются другие какие то породы чем они отличаются вот так вот по внешнему виду к примеру если взять песок на песчаных грунтах могут расти одни растения на глинистых грунтах уже растения будут другие может быть в перемешку с этими но уже другие другой материал и вот на основании вот этих наблюдений у человека на карте что появляется маленькая граница да мы отличаем пески к примеру от глин вы видели когда-нибудь песок видели а вот такой булыжный материал как бывает на дороге галичник тоже наверное видели тоже видели но в геологии очень много разных пород это то что вот вы видели уже хотя бы там еще не получили полного образования даже такого школьного но уже видите что здесь песок можно там в песок поиграть к примеру я говорю а там глина уже так не поиграешь так глину не насыпешь да то есть у этой породы есть свои отличительные свойства вот так вот и геологи когда они уезжают на несколько месяцев из дома и проходят эти маршруты на территории они ставят на карте прочерчивают границы чтобы одну породу отделить от другой и когда они приезжают уже домой перед нами перед ними лежит карта с границами и в этих границах залегают определенные породы которые геолог описывает в своем дневнике и вот на основании появляются карты вы географические карты видели наверное там границы бывают нанесены города и границы территории допустим союзных республик или там еще чего-то вот точно так же составляются геологические карты но они уже чем отличаются на этих геологических картах показываются породы которые развиты на этих территориях эти породы которые выделяются они имеют свои характеристики и свой возраст так же как у нас с вами бывает возраст только человеческий короткий ограниченный то пород очень вековой потому что эти породы образуются не сразу образуются в течение больших периодов времени веков и так далее и как у нас с вами есть годовые там характеристики в геологии точно также есть характеристики вот этих пород которые образуются за многие многие века что еще это я вам рассказала это когда если вы хотите стать геологами то вас ожидает в житель когда вы закончите вуз или мг там есть геологический или я сама заканчиваю разведочный институт и венесер город женикин как раз располагается располагался практически против александровского сада недалеко от красной площади имеете представление где александровский сад или нет вы будете знать когда подрастете вот а сейчас это самое для него построили здание и он называется не геогоразведочный институт а московское геогоразведочное академ в москве есть еще годные институты на территории нашей страны вот то что я вам принесла вот эти образцы эти образцы были собраны елогами на полевых работах не это конечно вот этот образец этот образец из угля каменный уголь видите да он вообще сделали его вьетнамские геологи то есть сам образец наши геологи вьетнамские это когда мы с мужем были в Вьетнаме а художники архитекторы из каменного угла сделали такой образец красивый красивый тяжелый видите с каким усилием я его поднимаю вот это значит уголь который лежит в земных недрах и который геологи но это они отобрали образец чтобы сделать такую красоту вот а вообще уголь мы знаем с вами уголь где он используется правильно значит он во-первых как отопительное средство в тех местах где допустим вот деревья дров есть там где можно устроить благополучную жизненную деле все это значит уголь так сказать для вас он известен вы знаете что там углем и раньше что энергия вот художники и архитекторы так назвать это люди таких профессий гуманных какое сделали красоты тяжелое я вам уже рассказала так теперь что еще такого кроме песка это глина можно лепить потому что она обладает связывающими свойствами но что еще для чего используется глина глина практически тоже является полезным ископаемым с одной стороны так вроде бы и не подумаешь подумаешь глина мы можем где-то ее ходить по ней с глина но тем не менее глина идет для изготовления кирпича из которых строятся дома керамзит глина теплопилизационный материал но который делает необходим глина допустим древесины или другого отопительного отопительного материала песок тоже знаете встречаете на что идет песок виды песков настолько разнообразны по крупности по минералогическому составу потому что пески и темные и белые то есть в зависимости от того они имеют цвет из каких пород они состоят песок получается в процессе естественного выгедривания когда идет разрушение какого-то каменного материала учили наверное по географии где используются пески значит прежде всего для стекольной промышленности вот стекло делают это из песка трудно представить да что песок по которому мы ходим или играем можно тоже вот такое чудо сотворить в металлургической промышленности для бетона значит практически весь стеклянный материал то окон и все то стекло которое используется в другой промышленности как более тонкое как более тонкий материал все это делается из песка ну и самое такое что вам известно песок используется и применяется в дорожном строительстве где замешивается другими компонентами и получается асфальт да вот знаете что в этом строительном материале также участке хотя на первый взгляд очень трудно предположить что там есть песок дорогу недавно подремонтировали вот в какой то степени там тоже какой то части присутствует это вели полезного ископа ну а самое главное хочу вас спросить это все то что имеется на земле что еще есть такое из полезных ископаемых будем так говорить которые относятся к этой группе которые которые вы все все знаете вот на ваш взгляд что это такое какой из полезного ископаемого который необходим абсолютно всем людям на нашей земле это сама земля да ну это сама земля это не полезно пожалуйста а нефть нефть ну а есть страны которые нет нефти нет нефти а что еще что необходимо газ тоже понимаете там сейчас минуточку там где нет газа люди тоже живут нефти 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 на земле все что имеется растения деревья то есть живое что имеется оно обязательно тоже пьет в воду дерево без воды что умирает умирает а человек если вы сегодня не попьете даже трудно представить что может быть с нами правильно к вечеру значит самое основное в природе мы не будем учитывается вот то о чем я вам рассказала все таки является это вода поэтому на ваш взгляд это тоже вода это тоже полезно ископаемое только мы не можем его так назвать потому что это как бы живое живое это живая среда которая может двигаться в которой меняется в зависимости даже вот от времен года меняется состав минералогической воде потому что вода находится с одной стороны пресная а с другой стороны бывает соленая бывают минерализованные воды которые содержат не только какие-то минералы ну и плюс еще газы да то есть в воде очень много много разнообразного состава которые мы например там даже не знаем минеральная вода она ведь не делается человеком она тоже поднимается из недр земли но она может быть обучена солями газами и другими какими-то природными компонентами вот вода как полезное ископаемое значит используется как минеральная и для лечебных целей для лечебных целей вы знаете на географической карте когда-нибудь увидите это грузию есть скалтуба где вот эта вода обогащена вода не только солями но еще и газами все это минеральный состав воды очень болезнен для человека поэтому там организован на лечебнице такой можно сказать лечебный курорт на для обогрева есть минеральные воды которые из недр земли поднимаются с высокой температурой вот эти воды имеются на соколине на камчатке то есть то на востоке по отношению к нашей территории и там вот этими горячими водами обогревается в том числе и человеческое жилье так теперь значит мы с вами понимаем что самое необходимое для жизни это вода да поэтому даже если у вас нет никаких полезных ископаемых на территории но самое главное чтобы там была вода чтобы там была вода которая необходима буквально каждому человеку маленькому большому пистальнику значит вот этот каменный материал который здесь в том числе используется для художественного мастерства видели да вот это так что вот это называется лазуритом он отшлифован и имеет вот такой красивый вид богатый цвет вот еще кусочек лазурита вот видите синенький голубенький он не обработан не отшлифован вот он в натуральном виде так встречается ну в горных породах вот малахит вы наверное это слово знаете потому что знаете да все вот что можно сделать из малахита какие есть художники которые работают с каменным материалом и вот делают такую красоту правда красота даже не поверишь что это был когда-то такой вот ну можно сказать вот такой вот кусок породы но руки человеческие человеческое мастерство сделало вот такую красоту значит можно сделать любую фигурку вот это вот это окаменевшее дерево вот видите был найден кусок он был отшлифован обработан и здесь что видно если мы спилим какое-нибудь дерево ну сосну к примеру так тоже круги круги а что это правильно это возраст да когда растет дерево так и вот в каменном материале все это зафиксировалось а так когда мы допустим можем следить сосном или деревом какое-то мы не сможем своими глазами настолько это самое увидеть сколько дерево лет как оно росло но в каменном материале вот видите шлифов все вот это вот годы жизни эти годы жизни дерева так вот вот красиво да сейчас дырка пошла что дырка нет к этому так относиться нельзя потому что это не дырка не дырка это видно как растет минерал он так ни оттуда ни отсюда не появляется вот он лежит там допустим где-то и вот происходит его рост видите какая красота если вы вот эту красоту вот так вы не встретите ни в ваш руке нигде это это был кусок ну к примеру вот такой кусок только огромный его люди отшлифовали и вот вы видите такую красоту отсюда видно как происходит рост этих кристаллов видите рост не дошел даже видите здесь дырочка почему значит в тот момент не было определенных условий для роста вот этих кварцевых кристаллов потому что все это происходит при высоких температурах при высоком давлении когда просто говоришь высокая температура высокое давление ну в голове это не складывается да ну подумаешь высокая температура сколько там градусов пятьдесят семьдесят сто вот это одно этот образец говорит о том что происходит в земной коре и вот эти вот круги вот эти кристаллы о чем говорят что в центре высокая температура которая при которой образуется вот это все а к краям температура падает то есть при выходе из недр земли и уже происходит рост других минералов когда человек находит образец его грамотно шлифует каким-то образом обрабатывает вот получается такая красота и кроме красоты здесь видно как идет рост материалов то есть с падением температуры сначала она высокая а потом она падает что происходит видите вот это уже образовывалось при более низких температурах а рост вот этот что в центре обрабатывалась при высоких температурах и теперь в заключении еще немножечко хочу сказать о турске магнитной аномалии вы слышали по крайней мере этот термин в 1961 году в городе железноборске был с помощью первая руда была извлечена в 1961 году как эта руда извлекается сначала дробится каменный материал и как из этого каменного материала применялись магниты которые что делает магнит он притягивает к себе железо и таким образом из дробилок это самое получали куски вот эти закладывались в печи и уже вот это вот то есть это было самое начало которое еще не было никаких технологий но с помощью с одной стороны смекалки а потом с помощью людей которые этим занимались и свое дело делали с магнитом они сначала дорожили каменный материал потом с магнитом что магнит делает он притягивает к себе что железо правильно и когда вот это все потом клали в плавильные печи и получали это самое смотрите тоже какая красота за окном вот когда вы взрослеете и будете художниками можете вот эту красоту нарисовать ну вот если это небольшое количество которое я смогу отнести это самое до вас чтобы вам так сказать показать что можно из полезных ископаемых людям которые обладают таким даром такими способностями можно изобразить когда вы увидели если подумали из чего он сделан нет не оказалось нет еще оказывается из угля так так не увидел даже трудно предположить чтобы из угля можно было сделать да поэтому вот то что я вам показала вот это все человеческий труд это шлифовка для чего для того чтобы показать вам что наша земля хранит и это самое хранит такие богатства для людей чтобы люди изучали и изучали и так сказать совершенствовали свое мастерство если у них появилась любовь к этому то вот можно обладать таким с но служба геологическая она тяжелая она состоит я уже говорила из двух периодов значит когда вы на лето весной или в самом начале лета выезжаете на полевой работы далеко от своего дома за плечами и будете все это теплое время года жить в палатках спать на земле может быть у вас какие-нибудь раскладушки это так сказать не культивируется а в основном геология спальный мешок за плечами в котором он проводит ночи все лето и спит конечно можно сказать на голой земле кровати тоже в кровати бывает очень редко раскладушки но вот и в основном в течение всего лета несколько месяцев это ведут полевой образ жизни хорошо если есть в составе отряда радист который может по рации связываться ну со всем миром главная с базой допустим сказать что у вас там что-то это к примеру палатка там допустим ворвалась или что у вас кончается продукты питания чтобы вам руководство экспедиции постаралось в какой-то период быстренько доставить эти продукты либо самолетом либо вертолетом ну видимо может быть другим транспортом в геологии таким транспортом часто бывает вездеходы не машины конечно на которых в поле работать практически нельзя потому что там нет дорог и могут двигаться только трактора или вездеходы вот когда я работала моя биологическая жизнь в смысле полевая прошла на Чукотке далековато туда доставляют геологов самолетом вертолетом и они все лето редко когда если у них кончаются продукты питания к ним может прилетит вертолет и сбросить продукты какие-нибудь а так связь с живым миром это только по рации ну там же могут поздравить с днем рождения еще что-нибудь а так в течение всего лета вот такая жизнь обеспечена я к чему это все говорю не каждый человек может себе позволить закончить геологический вуз не может позволить в том смысле что он допустим не может покинуть дом не может покинуть там маму папу и так далее поэтому когда вы вырастите и перед вами станет вопрос какой же институт вам пойти то значит имейте ввиду что у геолога жизнь такая вот кочевая летом это полевые полевой сезон несколько месяцев в году следующий сезон когда они прилетают приезжают домой то есть они обрабатывают все конечно весь геологический материал не такое это художество уже другие люди работают это примерно вот такое что вы собираете вот такой каменный материал и его изучаете под микроскопом или так визуально пишите отчеты и защищаете их для чего для того чтобы ваш труд лег на геологическую карту то есть у вас карта пустая когда вы обработаете все это привезенное с поля то у вас вырисовывается карта на которой есть горизонтали где вы рисуете допустим какую площадь занимают эти породы потому что это важно на геологической карте нет городов нет поселков там есть горизонтали и геологические границы каждая вот уголь что еще вот эти все минералы они имеют определенный возраст возраст вот у человека есть возраст это период которые образуются и это есть определенная хронологическая таблица таблица там нет название которые вы знаете это все из геологии геологического словаря вот мы сейчас с вами живем это время называется четвертичным это означает буквы это как хвостик но вы еще наверное не изучали то есть все породы которые имеются на земном шаре они тоже имеют геологический возраст вот это геология называется хронологическая таблица этот возраст он совсем именуется другими словами неизвестными вам но они известны только долгом и каждое это время оно сопровождается своей характеристикой допустим в которой написано что уголь вот такого времени в другое время он не образуется и в зависимости от того какие периоды этого времени он образовывался эти породы приобретают определенные свойства допустим каменный уголь и бурый уголь он имеет он не похож друг на друга и отличается всякими физическими характеристиками свойствами тепловыми и другими и если хотите спросить пожалуйста спрашивайте вот пронесу посмотреть конечно маленькие детали молодец чтобы они поближе посмотрели и этот он вам всем это лазурит вот видите шлифованный какой он сочный красивый и вот лазурит который вот так просто нашли кусочек обработали это не обработали это не обработали поможите пожалуйста на стол все благодарю спасибо спасибо и мазурит отход Можно? Можно! Осторожно! Осторожно! Это дерево окаменевшее окаменевшее Ждите Какую шпанёну Это шлифово похоже Осторожно, Мария Смирна Вот красивый камень Это красный камень Да, это все то, что отшлифовано На стекло Особенно лев Спасибо, Диана Ой, а он тяжеленький Это нужно с той стороны обойти Женя, отойди, пожалуйста Спасибо Стеклянный босак Вот стекло Красивый стекло Реально на стекло, Коша Я сразу понял, Коша Я сразу понял, Коша Нет, блестит, да? Это вьетнамские геологи подарили нам Молодцы На стекло похоже Он лазурит вообще На стекло ваню, да? Да, Коша Это реально лазурит У него есть Вьетнамские геологи Вьетнамские геологи Это настоящие панки Ну, где это было? Вот У него другой кусочек лазурита Он уже не обработан, поэтому не обработан, не жрит. Осторожно, не урони еще. Ладно, я осторожна. Так вот под ногами будешь держать, не поднимай. Не поднимай, не поднимай его ногой. Здравствуйте. Даже переступишь и пойдешь дальше, и не подумай. Да блин, Данил, не трогай. Мазурит, мазурит, мазурит. Я сделаю мазурит. Меде сделаю. Зачем нас тут? Здесь как раз обработано, и вот показано, из чего. Это дерево, что есть? Да, это каменное дерево. Каменное дерево. Понял, что я не могу посчитать, да? Когда собираются дети планеты, Как крепче нам верится в нашу мечту. Пусть видят ребята на всех континентах Высокое небо с лучистых рассветом, А землю цвету солнцу не гаснуть, Звездам не меркнуть. Если мы землю согреем дружбой, Солнечной дружбой своей. Если мы землю согреем дружбой, Солнечной дружбой своей.